МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители. Сегодня 21 сентября. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Для вас проведем ее мы. Я Юрий Смирнов. И я Елена Шахова. 21 сентября 1792 года в революционном Париже открылся новоизбранный национальный конвент. Первым делом он упразднил монархию. Бывший король Людовик XVI номинально стал обыкновенным гражданином Луи Капетом. В декабре экс-король, предчувствуя свою судьбу, писал своему адвокату. Я не предаюсь самообману. Неблагодарные, которые лишили меня трона, не остановятся на полпути. Им пришлось бы слишком часто краснеть, постоянно видя у себя перед глазами свою жертву. Меня ожидает судьба Карла I. Моя кровь прольется, и я буду наказан за то, что никогда не проливал крови. И это сущая правда. Людовик XVI был тихим человеком, никогда не преследовавшим своих политических противников. Через несколько месяцев король будет предан суду конвента и казнен на гильотине. Сегодня 21 сентября. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Сейчас мы поговорим о событиях, произошедших в мировой истории в 20 веке. 21 сентября 1914 года завершилась продолжавшаяся чуть больше месяца Галицийская битва. Галицийская битва стала одним из крупнейших событий Первой мировой войны. Боевые действия велись на фронте протяженностью 400 километров. Со стороны России в ней участвовало 5 армий и Днестровский отряд. Со стороны противника 4 армии и ландверный корпус. Потери Австро-Венгрии составили до 400 тысяч человек, включая 100 тысяч пленных. России – 230 тысяч человек. Значение битвы состоит в том, что противнику не удалось навязать России блицкрик и добиться решающих успехов уже на начальном этапе войны. 21 сентября 1946 года «Правда» опубликовала доклад секретаря ЦК КПСС Андрея Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Михаил Зощенко там был назван автором пустых, бессодержательных и глупых вещей, проповедующих гнилую безидейность. А стихотворения Анны Ахматовой охарактеризованы как пропитанные духом пессимизма и упадничества. Этому докладу предшествовало соответствующее постановление ЦК, а еще раньше разгромная докладная записка о «Звезде» и «Ленинграде» руководителе управления пропагандой и агитацией ЦК Александрова. Появилась она не случайно. В закулисные политические разборки были, разумеется, вовлечены и честолюбивые молодые аппаратчики, мечтавшие приблизиться к трону. Александров один из них. Он был креатурой Маленкова и не мог не выступить на стороне утратившего могущество по трону. Вот почему готовая по заданию Жданова задуманную Сталином массированную пропагандистскую кампанию против раболепствующих перед Западом антипатриотов, Александров в качестве примера избрал именно «Ленинградские» издания, изобретательно подставляя при этом нового шефа. А Зощенко и Ахматова попали под удар случайно, просто были наиболее известными авторами «Звезды» и «Ленинграда», знаковыми фигурами. Вдобавок Жданов считал Зощенко эдаким вульгарным смехачом. Притил ему и литературный аристократизм Ахматовой. Но, несмотря на чудовищную травлю ни Зощенко, ни Ахматова, арестованы не были, хотя брали и за меньшие грехи. Власти нужны были не столько их жизни, сколько имена, чтобы пример был другим наукой. Сегодня 21 сентября, вы смотрите программу «День веков хронограф». Мы продолжим наш рассказ о замечательных людях, родившихся в этот день и внесших свой вклад в мировую историю культуры. 21 сентября 1868 года родилась Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, актриса, народная артистка СССР. Ее имя неразрывно связано с двумя важнейшими явлениями русской культуры – Московским художественным театром и Антоном Палчем Чеховым. Художественному театру она отдала почти всю свою долгую жизнь, с момента основания театра и практически до самой смерти. Торжественное заседание, посвященное 50-летию Московского художественного театра, объявляю открытым. Родилась Ольга Леонардовна в 1868 году в Вятской губернии. Окончила музыкально-драматическое училище Московского филармонического общества. Училась в классе Немировича-Данченко, который сразу оценил талант будущей актрисы. Она была одной из первых актрис МХАТ с 1898 года. Характерные черты искусства актрисы – благородство, сценические манеры, глубина чувств и сдержанность их выражения, психологическая тонкость и строгость раскрылись прежде всего в чеховских пьесах, где она была первой исполнительницей ролей Аркадиной, Елены Андреевны, Маши Раневской. Ольга Книпер-Чехова прожила очень долгую, насыщенную жизнь. Скончалась в марте 1959 года. Похоронена на Новодевичьем кладбище, на доме, где в 1938-1959 годах жила Книпер-Чехова, мемориальная доска. 21 сентября в 1911 году появился на свет Марк Наум Чебернес, российский актер, популярный эстрадный певец, народный артист РСФСР. Родился он в городе Нежине, в семье Старьевщика. В 17 лет ушел из дома, собираясь стать актером. В Харькове поступил в театр Синельникова статистом. Там же начинали Клавдия Жуженко и Исаак Дунаевский. Затем уехал в Москву, работал в театре революции, и ныне театр имени Маяковского, статистом в Малом и Большом театрах. В 1930-33 годах работал в Московском драматическом театре, а бывший театр Коржи. В 1935 году Марк Наумович познакомился с Погодиным и стал его секретарем. С этого же времени начал сниматься в кино. Популярность Бернес принесла роль солдата Аркадия Дзюбина в кинофильме «Два бойца». Песня «Темная ночь», исполненная Бернесом в этой картине, стала классическим образцом отечественной песенной лирики. «Темная ночь», только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. Также он снимался в фильмах «Шахтеры», «Человек с ружьем», «Истребители», «Большая жизнь», «Великий перелом», «Ночной патруль», «Тарас Шевченко», «Школа мужества», «Они были первыми» и других. С 1950 года выступал на эстраде как исполнитель песен. В 1957 году познакомился с Эдуардом Калмановским, в содружестве с которым родилась одна из самых известных песен из репертуара Бернеса «Я люблю тебя, жизнь». Особую популярность приобрела в его исполнении песня «Журавли». Умер Марк Бернес 16 августа 1969 года. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА